Привет всем, у микрофона Хомиш, и сегодня я расскажу о том, почему AMD действительно красавчики. На примере их недавней презентации на Computex 2021, на которой они уничтожили всех своих конкурентов. Ведь тут вам и Super Resolution, который работает на интегрированные графики и даже Pascal'ах у Nvidia, и новые Ryzen XXL для конкуренции с Older Lake'ами, и гибридные 5000G процессоры, и крутые мобильные Родионы, и углубленное сотрудничество с Самсунгом, и еще много-много всего. Но для начала я бы хотел попросить 30 секунд вашего времени, ведь мой канал остался без монетизации, и уже более месяца вы не видите никакой рекламы от Ютуба, а я в свою очередь ничего не получаю с просмотров. Когда и как все это решится, непонятно, а пока я бы хотел попросить вашей поддержки. Загляните в описании на мой Boosty, где есть разные варианты подписки, либо просто донат на новое оборудование. Я буду рад абсолютно любой помощи. Начала Лиза Суз приоритетов красной компании. Тут отметились и эпики, и инстинкты, и мобильные, и десктопные Ryzen, и консольный гейминг, и Родионы, и Workstation направления. Далее в очередной раз показали, насколько крутые эпики третьего поколения, и тут вообще нет никаких вопросов. Ведь пока у Intel не выйдут Sapphire Rapid, конкурировать с AMD на равных не получится. После Лиза напомнила, насколько крутые Zen 3 процессоры, и какая энергоэффективная вышла RDNA 2 архитектура. Тут опять же абсолютно нет никаких вопросов, и все это подготовка к мобильным Radeon RX 6000 серии. Но прежде чем сказать о них, Лиза показала 5000G Ryzen, про которые уже было много информации до этого, и вот нам дали конкретные цены и дату выхода. Уже 5 августа новые гибридные процессоры Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G поступят в магазины. По цене в 359 и 259 долларов соответственно. Восьмиядерник на 16 потоков, и шестиядерник на 12 потоков с восьмой и седьмой вегами соответственно. У них одинаковое количество L3 кэша, 65-ваттный TDP, и в общем-то это очень достойные процессоры. А уровень интегрированной графики вас приятно порадует. Минус лишь в том, что третий Ryzen пока что не показали. AMD либо откладывают самые начальные процессоры на потом, либо и вовсе отводят от них фокус. Так как в 5000-м семействе, да и в принципе на Zen 3 архитектуре не было показано еще ни одного четырехъядерного решения. Вроде бы и существует мобильный Ryzen 3 5400U, но до сих пор его толком-то никто и не видел. Я думаю со временем вся эта ситуация наладится, просто во время дефицита невыгодно выпускать настолько бюджетные процессоры, ведь с точки зрения производства они все примерно одинаковые. Да и количество годных кристаллов по 7-нанометровым нормам значительно увеличилось. Отбраковки толком-то и нет, и шестиядерники полностью справляются с этой задачей. Так что Ryzen 3 5300G придется подождать. Хотя на первых материалах, которые появились еще в середине апреля, 5300G красовался без проблем, и даже инженерник отметился на ebay за 177 баксов. Короче говоря, 5000-е G-процессоры явно заслуживают внимания, и я, как и говорил ранее, куплю себе 5700G, как только он появится в продаже. Да, придется подождать августа, либо даже сентября, но что поделаешь. Теперь я отступлю от хронологии презентации, и хочу поговорить про FidelityFX Super Resolution. Да, ребят, его официально показали, и это самый настоящий прорыв. Вот вам, к примеру, тесты, приведенные AMD, где четко видно, насколько Super Resolution повышает FPS. Прибавка выходит сопоставимая с DLSS от NVIDIA, но есть одно очень важное отличие. Super Resolution будет работать как и на RX 6000 серии, так и на 5000-х, так еще и на 500-х RX-ах в Vega, и даже на AMD-шных Ryzen-ах с интегрированной Radeon графикой. То есть, представьте, и на гибридных процессорах можно будет получить буст к FPS, и даже оценить трассировку лучей. Но и это не все. AMD показали работу FidelityFX Super Resolution на GTX 1060. Прирост оказался на 41%. То есть, представьте, у зеленой компании есть DLSS, но работает он только на тюрингах и амперах. AMD чуть задержались с FidelityFX Super Resolution, но по итогу это того стоило. Тут вам открытый принцип распространения и работа технологий даже на паскалях. Заявлена поддержка более чем сотни GPU и CPU. Также Super Resolution удобно взаимодействовать разработчикам игр. А в самой технологии предусмотрены 4 пресета качества графики. Производительность, баланс, качество и ультракачество. Каждый из которых по-разному увеличивает FPS. Но в среднем AMD гарантирует двухкратный прирост производительности при 4К разрешении. Хотя на деле он может быть еще больше. Короче говоря, FidelityFX Super Resolution это настоящая победа. И именно тут AMD красавы. Теперь я на 146% уверен в покупке 5700G. На нем хочу потестировать Super Resolution. А со временем докуплю себе какой-нибудь 6700XT и буду доволен как слон. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А я возвращаюсь к хронологии презентации. Лиза Су напомнила, RDNA 2 графика применяется в машинах Tesla. Там интегрирован практически сопоставимый по производительности чип с графикой из PlayStation 5. Но и это не все. Лиза Су официально заявила, RDNA 2 графика теперь и в Exynos от Samsung. Но без каких-либо уточнений. Хоть и теперь все говорят, что в мобильных Exynos графика будет сопоставима с консольной. Не знаю конечно насколько во все это можно верить. Я думаю в лучшем случае мы увидим ну может 18 Compute Units или 22. Но точно не 30 и не 40. Первый корейский чип с интегрированной RDNA 2 графикой будет называться Exynos 2200. И в его случае гарантирован прирост производительности на 25% от Exynos 2100. А в случае с графикой аж на 150%. Это будет прямой конкурент Snapdragon 895. И он ожидается в Samsung Galaxy S22 и других моделях. Выйдет все это уже до конца года и посмотрим что выйдет от такого сотрудничества. Уже тут можно было бы сказать насколько круто все получилось у AMD. Но ребят и это не все. Мобильные 6000 Родионы вышли более чем конкурентоспособными с мобильными Амперами. Вы видите Скотта Херкельмана, который сразу начал рассказывать про крутость RDNA 2 графики. Тут вам и куда более серьезная производительность и меньшее энергопотребление. Что в итоге дает практически двухкратный прирост для геймеров. Модельный ряд вышел в общем-то таким, как и ожидалось. Тут вам и 6800M, которая конкурирует с 3080, но имеет 12 гигабайтный видеобуфер. И при этом с такой видеокартой ваш ноутбук будет куда дольше работать от батареи. Ну и в таком случае вы можете рассчитывать на 120 фпс при 1440 пи. Также были показаны 6700M и 6600M, с которыми можно рассчитывать на 100 фпс при 1440 пи и 1080 соответственно. 6700М с 10 гигами, а 6600 с 8. Короче достойные ноутбучные видеокарты. Они вышли явно лучше, чем 5000 мобильные родионы, которых толком-то никто и не увидел. Далее по хронологии. Скотт рассказывал как раз таки про FidelityFX Super Resolution. Поэтому повторяться я не буду. Скажу лишь о том, что уже 22 июня эта технология будет доступна. После мы увидели Фрэнка Азера, который начал еще более детально рассказывать про мобильные ноутбуки. Но тут честно говоря нет ничего интересного. Крутая производительность, премиумные дисплеи и все это заточено под игры. Ноутбуки с мобильными 5000 райзенами и 6000 радионами смогут как бы соединять свою производительность посредством той же самой Smart Access Memory, которая уже работает на десктопах, но теперь она есть и на ноутах. В таком случае вы можете рассчитывать на прирост производительности от 5 до где-то 12%. Фрэнк пообещал низкие температуры и долгую работу от батареи и много всяких плюшек. Ну и что, вы думаете на этом все закончилось? Нет. Под конец опять вернулась Лиза Со, которая напомнила как все круто. У красных сколько нововведений они делали из года в год. Ну и вот сегодня они показали 3D компоновку чиплетов. Специальная технология 3D V-Cache с дополнительными 64 мегабайтами кэша третьего уровня. Все это очень грамотно упаковано на подложке. Таким образом AMD смогут нарастить емкость кэш памяти третьего уровня до 192 мегабайт. А в случае с эпиками можно рассчитывать аж на 768. Вроде бы еще недавно такие видеокарты выходили, а тут вам такой объем кэша в серверных процах. Вы спросите, какой же во всем в этом профит? Лиза Со пообещала 15% прироста в гейминге. Для примера использовался аналог 9-му Ryzen 5900X, но с таким вот 3D чиплетом. И работали они на абсолютно адекватных частотах. В итоге прирост производительности был от 4 до 25% в зависимости от проекта. Массовое производство процессоров с таким 3D V-Cache AMD намерены запустить уже в конце этого года. И да, видимо именно такими окажутся Zen 3 Plus процессоры. Эти самые Ryzen Warhol. Многие их уже называют как XXL, типа мы увидим Ryzen 9 5900XXL, Ryzen 7 5800XXL и так далее. Все это сделано специально для конкуренции с Older Lake'ами. И насколько я понимаю, можно рассчитывать на полноценную обратную совместимость с AM4 платформой. Никто не говорил ни про AM5, ни про DDR5, ни про что-либо еще. То есть XXL Ryzen'ы выйдут до конца этого года и будут конкурировать с Older Lake'ами на уже актуальной платформе. Тогда как под Intel'овские працы придется покупать новую материнскую плату, новую оперативку, еще много-много всего. Красный, как всегда, вывезли по обратной совместимости. Лиза Су реально уничтожила всех конкурентов, причем речь и как про Intel, так и про Nvidia. AMD действительно красавцы, я думаю многие с этим согласятся. Так что обязательно ставьте лайки под видео, делитесь мыслями в комментариях и подписывайтесь, если еще не подписались. Плюс, само собой, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать никакие видосы. Спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч.